С первого взгляда двор на Петровском проезде не требует каких-либо кардинальных изменений. Все шесть обязательных элементов благоустройства есть. Детская игровая площадка, озеленение, парковочные места в достаточном количестве, информационные стенды, площадка для сбора мусора, освещение. Но жители стремятся улучшать комфортные условия, а местные власти всячески поддерживают эти устремления. Нина Ивановна Максимова, старшая по дому, номер 22, от лица всех жителей своего дома приняла участие в обсуждении планов по комплексному благоустройству. Вот где наш подъезд, первый в 22-м доме, и 12-й дом. И вот здесь на повороте, когда заезжаешь, вот здесь этот типа скверика нам сделать. Старшая по дому номер 16 Ольга Хомякова внесла сразу несколько предложений. Вместе с начальником отдела благоустройства администрации Ленинского городского округа Андреем Смекалиным на карте они отметили важные пункты благоустройства. Между 12-м и 14-м, где детская площадка была, там дела какие-то зоны отдыха. Там лавочки, новые лавки здесь, две зоны отдыха здесь поставить. Там не надо, там чисто для отдыха. Небольшую дискуссию вызвала клумба в центре двора. Раньше на ней постоянно росли цветы, но в нынешнем году летних посадок не было. Клумба стояла неухоженная. Было решено переоборудовать это место в зону для проведения развлекательных дворовых программ. А к Новому году в центре устанавливать искусственную ель. Можно там дополнительно поставить нам еще столбы освещения, как скрели вот такие же фонарики, и как бы продлить вот эту концепцию, чтобы у нас она как бы соединялась, да? Это будет хорошо. На этом месте после сильных дождей всегда образуется большая лужа. И это, наверное, одна из самых главных проблем Петровского проезда. Ее тоже обсудили на встрече с жителями. С парковочной площадки, которая между 12-м домом, да, и туда дальше... И 14-й, да. Да, она совершенно... И вся грязь собирается. Ее надо откуда... Никакую здесь жукомку не сделаешь. Здесь дома ниже дороги стоят. Здесь только вариант ставить КНС-ку и перекачивать ее в... Обратили внимание и на входные группы подъездов. Их тоже необходимо обновить. Решено добавить света, установить дополнительные фонари в центральной части двора, поменять урны и скамейки там, где это необходимо. Комплексное благоустройство пройдет по губернаторской программе. В 22-м году наш микрорайончик, небольшой, так мы его называем, Петровский проезд, он у нас считается одним единым двором. Будем надеяться, что у нас все будет так, как надо, и жители увидят красивые газоны, новые обновленные площадки, газонное ограждение. Мы все это восстановим, отремонтируем, вернее, мы заменим. Поставим все новое, красивое. Теперь последует работа по документации, составлении сметы, определение плана работ. И уже будущим летом жители Петровского проезда смогут увидеть результат большой работы. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.